Ну что же, пришло время сделать то, что я хотел сделать где-то 943 тысячи лет. И так уж сложилось, что не складывалось у меня сделать это. Это нечто, как возможно некоторые заметили из заголовка видео. Это создание стрелкового оружия для старого мохнатого Морровинд. Вы скажете, зачем делать моды для Морровинд в 2021 году? А я отвечу на это затем. И сделаем мы простейший лук. Проблема с моделированием луков и прочего добра для Морровинд заключается в том, что это относительно геморройный процесс был, пока не было нормальных инструментов. Ведь в самом элементарном случае вам надо было использовать NivTools вместе с 3D Max. И там возникали свои проблемы, заморочки и неприятности. Потом одно время необходимо было использовать Blender 2.49 для того, чтобы импортировать, экспортировать анимированные элементы. И это тоже очень больно и неприятно, и очень нехорошо. И, конечно же, все это никуда не годится, и мы должны это исправить. К счастью, сейчас есть специализированный плагин для импорта и экспорта в Морровинд. И он, по сути, решает 99,9 проблем, которые могут возникнуть, если вы пытаетесь сделать свой анимированный блок в Морровинде. А это может быть или Критчер, или какой-то из видов оружия, требующих шейпы. Соответственно, мы запускаем Blender и приступаем к работе. Отдельно замечу, что при создании лука нам потребуется определенное программное обеспечение, а именно, вам надо будет откуда-то выдернуть исходную модельку лука, в которой будет наличствовать скелет базовый, потому что кто будет создавать скелет заранее. А во-вторых, нам потребуется нивскоп, причем старый, для того, чтобы корректно импортировать обратно в Морровинд нужный нам меж, созданный нами. Но начнем мы с того, что, собственно говоря, вылепим свой лук, просто сделаем его модельку, и на эту модельку натянем текстурку. Получившееся убожество экспортируем. А сперва, наверное, все-таки сохраним. Полученную модельку мы будем теперь использовать в, так сказать, конъюнкции с исходным объектом, а именно с луком. Для этого мы можем использовать программное обеспечение, например, PSP-браузер. Запустим его. И откроем файл Morrowind.bsa. Вот, например, обычный Longbow. Нажимаем на клавишу Extract. И положим в папку Meshes Экспортированный лук. В блендере же мы можем выбрать пункт Импорт И использовать И использовать Установленный плагин Для того, чтобы импортировать наш лук У нас появился новый блок Боун 01 Боун 08 Анимейшн И Боун 09 А также Эрро Боун, которая показывает, где именно находится наша стрела Вот эти ребята и будут нашими помощниками В том, чтобы анимировать вот этот лук И заставить его работать Но возникает вопрос А где же он? Где же наш новый лук? Если мы скроем наш основной лук И приблизим картинку То мы увидим его В виде маленького и очень милого объекта Теперь, если мы подвигаем наш Указатель анимации То мы увидим, что этот лук анимирован И стреляет Это замечательно И то, что нам нужно Вернем обратно наш лук Он огромен Поэтому его надо Уменьшить хотя бы в 10 раз Безупречная точность К счастью не требуется Используем теперь этот лук Для того, чтобы взаимоувязать две анимации Для анимирования в Моровинде Используется такая штука, как ключи формы Вот здесь есть два ключа формы у лука Базовый ключ формы Это его исходная форма Он сейчас активен Каждый из этих двух ключей формы Меняет форму лука определенным образом В этой точке максимально воздействует на форму лука Первая форма А в этой точке вторая форма Соответственно, аналогичные два ключа формы Надо сделать для нашего лука Создадим базовую точку И два ключа Переключимся на первый ключ И выберем режим редактирования формы Найдем максимальную точку натяжения исходного лука И в режиме редактирования геометрии А именно в режиме редактирования вершин Воспроизведем то, каким образом осуществляется натяжение лука Лучше всего это делать в режиме выделения вершин И не забываем включить влияние ключа Потому что иначе видеть, что мы делаем, мы не будем Переместим нашу ключевую точку Таким образом, чтобы она совпадала с той точкой Куда вытягивается тетива в игре Опять-таки, безупречно идеальное совпадение нам абсолютно не требуется КОНЕЦ 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 это первая форма уберем ее влияние и переключимся на редактирование второй формы вторая форма это откат тетивы соответственно лук уже выпрямился а тетива будучи более эластичной продолжает полет по инерции отключим оба ключа и теперь сделаем так чтобы эти ключи располагались в анимационной последовательности поместим анимационный счетчик в 0 и создадим обоим ключам ключи индикатор ключа значения поскольку режим записи включен мы можем например поставить оба ключа на единичку и потом вернуть на 0 в стартовом положении и на 53 когда анимация заканчивается теперь мы должны отследить моменты максимального натяжения лука и на этом кадре становится максимальным значение ключа один а на этом кадре становится соответственно максимальным значение ключа 2 значение же ключа один уходит в ноль теперь посмотрим где начинается натяжение лука вот на этом кадре на 29 ключ 1 должен быть равен нулю ключ 2 тоже должен быть равен нулю естественно на максимальном натяжении лука ключ 2 не должен иметь никакого влияния вот теперь оба лука ведут себя так как положено и это в свою очередь означает что исходный лук нам больше не нужен мы можем его смело удалить теперь у нас есть лук под гордым названием к юб переименуем его в 3 short ball и и сделаем в следующей операции выделим его и зажав клавишу control выделим bound 1 после этого нажмем control п и выставим set parent to object лишние элементы тоже удалим теперь наш лук анимирован и является потомком необходимой геометрии нажмем файл экспорт и выберем morrowind неф сохраним лук в нашу папку meshes назовем его аналогично папке x ball экспорт следующей нашей задачей станет использование приложения не в скоб 113 для того чтобы внести финальные корректуры в наш лук выберем наш свеже экспортированный меш и посмотрим на него в нефскопе он работает однако некоторые параметры назначены не совсем корректно при экспорте если мы все сделали корректно и заранее сформировали структуру папок для мода то наша ссылка на текстуру будет правильной а именно текст из x ball text x ball как у нас и задумано если же нет то необходимо открыть это свойство и прописать путь к текстуре таким образом чтобы она начиналась со слова текст из далее мы разворачиваем ноды и находим оба не кей фрей кей фрейм контроллера и не джон морфер контроллер дважды щелкаем по флажку и ставим режим клэмп удостоверяемся что все сделано корректно жмем save as x ball неф итак теперь у нас есть готовая иконка у нас есть готовый mesh и mesh longbow мы можем удалить и у нас есть готовая текстура естественно ее нужно тоже заготавливать заранее мы можем взять эти три папки и скопировать в папку data files morovind на этом этапе мы можем запустить construction set и удостовериться что созданное нами чудовище функционально достаточно выбрать morovind.esm и выбрать какое-то место куда можно положить наш тук разумеется традиционно наиболее разумным местом для укладки любого объекта является центральная площадь балморь выберем эту локацию и перейдем на вкладочку weapons пускай будет дайдрический длинный лук переименуем наш идентификатор на допустим light short bow тип остается marksman bow это будет легкий лук допустим он весит 6 единичек у него будет 200 хп он стоит 120 золотых это не выдающийся лук поэтому его характеристики тоже будут не выдающимися перейдем в режим выбора меша и в режим выбора иконки выберем формат тга и загрузим нашу обалденную иконку после этого мы можем нажать на клавишу а да и он не игнорирует сопротивление нормальным оружием объем для энчатмента от силы 20 создаем новый объект и у нас должен был появиться на букву l наш light short bow вот он красавец висит в воздухе нажмем на клавишу f и уроним его на пол после чего сохраним наш плагин как последний этап это проверка функциональности полученного чудовища и наконец-то находим лук к сожалению что-то произошло с прозрачностью и это надо будет посмотреть отдельно берем наш рук луки или лук в руки я уже не знаю и и как можно видеть он работает анимации корректно воспроизводятся и наше чудовищное совершенное оружие орудие убийства выполнила свою цель разумеется не все идеально персонаж держит лук как дебил но мы простим это нашему персонажу потому что наш персонаж и так не слишком умен и Продолжение следует...